Понятно. Хотел показать немного то, что у нас здесь происходит. Берди, мы для тебя сейчас подготавливаем техпроцесс, получается разборки, сборки, все этой штуки, какими инструментами, в каком порядке. Сейчас вот этой командой будем снимать видео техпроцесс, как это все собирается. У нас практически уже готовы четыре таких комплекта, которые мы тебе собираемся высылать. Расскажи, как у тебя дела, организовывается ли там вот участок, тот цех, где ты собирать хотел. В период локдауна сейчас у них немного на паузе, но ждем, пока все откроется. Потому что, если начинаешь какие-то работы, может приехать в полиция и выписать штраф даже. Поэтому пока они в таком режиме тихом. Тоже тут немного ковид бушует, но ничего страшного. Я думаю, скоро вся эта штука пройдет. В любом случае, мы какие-то комплекты готовим. Надеюсь, все у нас получится. Отлично. Я, говорит, хочу такой мотоцикл тоже. Сейчас это уникальные кадры, в общем. Мы его еще нигде не показывали. Он уже собран, он уже ездит. Это, получается, Баджарж Пульсар. Вот здесь вот стоит двигатель, там, Дуйнова. Покажи ей бирку, прям Баджарж Пульсар, если. А, вот этот Пульсар. Пульсар, выйди, Берди. Баджарж Пульсар с Томастранды. Ага. Вот этот двигатель Дуйнова, получается. Вот батарейка. Говорит, спереди радиатор или это батарея? Смотри, вот здесь вот радиатор для контроллера. Для контроллера. А это батарея. Берди говорит, фантастическая. Браво, браво. Фантастическая работа. Говорит, я вижу, что очень выглядит очень спортивно, очень классно, круто и замечательно. Замечательно то, что ты показываешь. Показал мотоцикл и, в общем, класс, молодцы. Ну, это пока секрет. Говорит, я ничего не слышал, ничего не видел. Хорошо. У нас скоро будет официальный ролик, после которого вот мы его презентуем. А пока это все секрет, но знай то, что он уже готов. И эти киткомплекты мы тоже вам можем прислать. Так что давайте быстрее выздоравливайте. Начнем работать. Говорит, один вопрос. Как там насчет мотособаки? Что у нас с ней? Может быть какие-то новости? Мотособака у нас завершена процентов на 90, буквально. У нас тоже вот заболел тот специалист, который занимался, но он же выздоровелся, все в порядке. И я думаю, через полмесяца где-то я ему также по секрету покажу уже готовую мотособаку. Говорит, если, то есть когда он приедет в Россию, ну, это следующий вопрос второй. Может ли он на пару дней Деньков к вам заехать? Ему очень нравится, вот, например, нравилось бы пройти, то есть курс небольшой, разобрать, собрать, и вообще как это все работает, может быть, на практике увидеть вживую и с вами поработать именно в вашем, как сказать, в вашем мастерской. А мы сейчас прям это и узнаем. Господа, у нас есть вопрос от Бирди. Бирди спрашивает, когда он сюда приедет, а, получается, приедет он сюда 15-го числа, вроде, следующий, да, может ли он приехать сюда в цех и вместе с нами руками поковыряться в этом баджадже? Мы будем только рады, Бирди, мы будем только рады. Ну вот, говорят, они будут только рады, так что, я думаю, все получится. Окей, Трудука. Бирди говорит, отлично, вот, возможно, это возможность даже подойти к баджадже, потому что по эстетике работы видно, что все аккуратно сделано, все выполнено, и с учетом того, что у них в линейке нет еще электро, именно, мотоциклов, может, даже это их заинтересует в плане выпуска, то есть как-то с ними посотрудничать и уже постучать им в дверь, показать продукт. Ну, надо тогда нам, получается, так все организовать, что Бирди к ним прям в центральный офис приехал уже на электрическом мотоцикле, я думаю, им понравится. Я могу с высоко поднятой головой, да, теперь к ним поехать, взять чемодан и к ним действительно приехать, и показать, что у нас есть решение для вас. Ну, в принципе, все рассказал, показал, у меня вот вопросик такой, смотрели ли видео про испытания вот этого зеленого, там просто были замечательные кадры, как Бирди раньше говорил, когда мы только ему показывали то, что начинаем делать, он говорит, уже есть технологии, чтобы они ездили без зарядки. И вот мы его испытали, и у нас получилось то, что он у нас загруженный почти тонной ехал и при этом заряжался, то есть не разряжался. Видел он это? Отличное решение, говорит, что он видел, да, в Шри-Ланке, да, был человек, который тестировал и потом свое мнение тоже рассказывал с вами. И он говорит, что так же, как в Англии, люди некоторые, то есть это там бы пошло и в Англии, и в Латинской Америке, и там, откуда он родом, это город Джаландер, там, говорит, порядка 40 тысяч тук-туков ездят, но на бензине и на сжиженном газе, и у них проблема постоянной зарядки их, то есть с тем, что надо заправлять и так далее. Он говорит, если он привезет это решение, этот тук-тук, который будет от солнца работать, от солнечных панелей, соответственно, то это будет большой успех, и можно будет их арендовать им, сдавать в аренду и так далее, и, в общем-то, это большое будет преимущество иметь такой продукт. Ну супер, а мы именно такое собираемся прислать, так что я думаю, все получится. Да, Берти говорит, что сейчас он не будет тормозить, он именно как раз стремится к тому, чтобы не только создать один офис, создать сеть офисов, возможно, по всему миру, то есть где будут и представлять, и там дистрибуцией заниматься, и продавать, то есть чтобы нигде не было задержек, что сразу, как только будет готов продукт, он его готов будет внедрить и показывать всем рынкам, доступным, возможным. И более того, то есть после поездки в Россию он планирует взять все промо-материалы, в том числе там видеозаписи с реальными живыми физическими продуктами и уже показать это как промоушен использовать в целях маркетинга, чтобы продвигать, уже начинать продвигать эти продукты. И после в Россию он планирует тоже поехать в Индию, и там уже, возможно, с продуктом в руках, или, по крайней мере, начать показывать, что есть такая возможность, есть такой продукт, или уже поехать с самим продуктом и начать его развивать и показывать клиентам. Очень радостно слышать, что у него такие грандиозные планы, мы обязательно во всем этом поспособствуем, и у нас все будет круто тогда, получается. Берди говорит, что поскольку ты младше Берди, может я сказать, что как говорят, что человек рождается, у него ничего нет, и также когда уходит в жизни, у него также ничего нет, он хочет, чтобы что-то осталось. И он себе задал такую большую цель, в принципе, ставить какое-то наследие в плане, то есть не просто быть там работником где-то на предприятии, но что-то стать, какой-то бренд или какое-то такое наследие в плане, как вот быть как Тата, например, что что-то, какое-то большое предприятие. И вот в том числе это наша технология, мотор-двигатель Дуинова дает как раз возможность еще развить эти цели и дополнительную мотивацию к ней идти, и это здорово, что у нас есть такая возможность реализовать то, что он хочет в жизни и прийти к какому-то большому хорошему результату, чтобы оставить после себя тоже что-то хорошее. Очень приятно знать, что у нас такие осознанные партнеры. Обязательно оставим след. С такой командой это получится, мне кажется, даже больше, чем мы себе планируем. Как ты видел капсулу времени, когда закладывали, говорит, точно, у меня не будет уже в этом мире, когда будет открывать и смотреть, какие имена там записаны, но это увидят следующие поколения, что вот эти люди принимали участие и были задействованы в этом проекте и оставили такой след. И в Индии тоже у нас отличная команда, они планируют часть земли, которая у них уже есть, рядом по соседству взять еще, еще небольшой кусочек добавлять и так далее, чтобы потом расширяться в будущем. То есть перспектива уже есть, и он работает с отцом, с братьями, то есть он говорит, они будут по очереди, допустим, он поедет представлять продукты клиентам, а останется брат или отец, или наоборот, то есть кто-то останется на месте, то есть всегда будет на каждом участке ответственный человек работать. И вместе, да, достигнем хороших результатов. Очень круто, очень-очень круто это все. А мы сейчас начали уже активную фазу подготовки к съемкам тех процессов. Прошу меня на этом отпустить. Я думаю, мы продуктивно поболтали. Все, спасибо, Берди. Спасибо, привет. Всем коллегам. Пока-пока. Намасте.